Вячеслав Викторович, буквально сегодня появилась информация о том, что правительство Крыма запретило физическим лицам снимать в банкоматах деньги на сумму свыше 300 гривен. Люди по этому поводу очень сильно беспокоятся. Насколько правдива эта информация? Мы проверили эту информацию. Эта информация не подтверждается. То есть правительство Крыма никаких запретов по банковской системе не выводило. Во всяком случае, та фальшивка, которая распространяется в интернете, совершенно не соответствует действительности. Ничего подобного принято не было. То есть банки могут и должны работать в нормальном режиме. Правда, прошла информация о том, что некоторые банки, опасаясь провокаций, которые могут быть не только в информационной сфере, но и физически. Мы слышали о том, что такие уже провокации были в Крыму. Некоторые банки приняли решение о сокращении рабочего дня перед референдумом. О том, что не все отделения будут работать. Но руководство города контролирует эту ситуацию. И мы рекомендуем банкам не уменьшать объемы обслуживания населения. А если даже где-то и закрывается, обязательно указывать, какие есть резервные варианты, где можно получить деньги, где можно, так сказать, обслужиться в банке. Если сеть из нескольких отделений, допустим, одно отделение не работает, значит, должно быть обязательно какое-то другое резервное. Банки все-таки это коммерческие структуры. Они исходят, наверное, в первую очередь из соображений прибыльности и доходности. Поэтому всякие политические веяния в идеале не должны касаться банковской сферы. Да, но главная задача банков – это зарабатывать. Но еще более важная задача – не потерять деньги. Поэтому, когда есть риск, что в Симферополе две недели назад была достаточно такая ситуация напряженная, и тогда банки обоснованно прекращали на день работу. Невозможно было просто там в центре безопасно двигаться. У нас же в Севастополе ситуация совершенно спокойная, нормальная. Поэтому контроль за безопасностью нашими правоохранительными органами поставлен достаточно хорошо. Поэтому банки должны себя чувствовать спокойно. И мы им рекомендуем работать в обычном режиме. На днях Государственная служба финансового мониторинга Украины заморозила, заблокировала счета благотворительной организации «35-я береговая батарея». Как известно, именно через эти счета российские соотечественники со всего мира могли оказывать помощь Севастополю, создавая такой вот некий стабилизационный фонд на случай прекращения финансирования из украинской столицы. Уже выяснены причины, почему заблокированы эти счета, и когда ожидается их работа в нормальном режиме? Насколько мне известно, руководство «35-я батарея» обращалось с запросом в обслуживающий банк, с тем, чтобы был получен ответ из полномочного государственного органа, принявшего такое решение. Но никакого внятного ответа получено не было. То есть, якобы там какие-то проверки, технические причины, что-то такое непонятное. Конечно, для города это не смертельно, но это неприятно, потому что эти деньги реально используются на то, чтобы решить наши злободневные проблемы. Вы знаете, что финансирование из бюджета в последнее время очень ограничено. Наши коммунальные службы испытывают большие трудности, и эти деньги, конечно, могли помочь нашим горожанам эти трудности просто не заметить. Вот та помощь, которая идет, и гуманитарная, и финансовая, она направлена именно на то, чтобы жизнь в Севастополе шла по обычному стабильному росту. Ну, вот нам пытаются ставить, как говорится, палки в колеса. Вот я прошу всех севастопольцев в этом смысле не отчаиваться, потому что неразрешимых проблем нет. То есть мы все равно найдем способы финансирования тех задач, которые стоят перед городом. Вот в городе будет порядок, в городе будут работать коммунальные службы. Хотя, конечно, это будет не так легко, как могло бы быть, если бы нам не мешали киевские органы вот такими действиями. Но деньги никуда не денутся, да? То есть они сохранятся, просто они пока недоступны временно. Да, счета заблокированы, изъять их никто не имеет права, но нет возможности их расходовать на те цели, на которые они, собственно, были предназначены для помощи горожанам. Такой глобальный вопрос. Если не учитывать вот те огромные деньги, которые Россия платит за базирование флота, и которые в большинстве случаев, наверное, не доходят до целевой территории, где, собственно, флоты базируются, если эту сумму, скажем, пока не брать в расчет, во всем остальном, насколько Севастополь экономически самостоятелен? Ну вот по опыту прошлого года там или двух. Ну, знаете, бюджет – это такая хитрая вещь, что можно считать разные позиции доходов и расходов, можно считать разные вещи. Если посчитать просто так, как идет по документам, то бюджет Севастополя дефицитный. То есть получается, что мы здесь платим налогов меньше, чем получаем по утвержденному бюджету из Киева. Реально же многие виды доходов и налогов просто проходят мимо Севастополя. Ну, например, большинство банков, подавляющее большинство банков, зарегистрированы не в Севастополе, и платят налоги в Киеве, в Днепропетровске или в Донецке. Мы этих денег не видим. И больших предприятий. То же самое, да, крупные предприятия, торговые сети и так далее, и так далее. То есть они реально зарабатывают деньги здесь, а налоги платятся где-то там. Вопрос. Это наши налоги или не наши? Я считаю, что это наши, просто это скрытые от нас потоки. Есть ряд предприятий, которые централизованно зарабатывают здесь у нас. Ну, не буду называть конкретно, чтобы предприятие не поставить под удар. Государственное предприятие, которое заработает серьезные деньги, но этими деньгами распоряжается, опять же, централизованно Киев. То есть это доходы центральных органов власти по сложившемуся порядку. Но они зарабатываются здесь. Это доходы, которые зарабатываются, это прибыли, которые зарабатываются в Севастополе. Если все это сложить, просуммировать, если еще убрать из бюджета, из нашего бюджета, те статьи расходов, которые, ну, как бы нам не очень необходимы, а связаны, опять же, с обслуживанием общегосударственных задач, общеукраинских государственных задач, то, на мой взгляд, баланс будет в нашу пользу. Точного расчета сделать нельзя, поскольку нет всей этой информации. Но по оценкам, да, баланс в нашу пользу. А если еще добавить все те средства, которые централизованно должны идти за то, что здесь размещается Черноморский флот, и которые частично идут деньгами, а большей частью шли как льготы по газу, то Севастополь должен быть в плюсах однозначно. На Ваш взгляд, после проведения референдума и возможного последующего присоединения Крыма и Севастополя к России в качестве субъектов Российской Федерации, насколько изменится не объем, а скорее структура доходной части бюджета, учитывая то, что были планы по возрождению производства, промышленности в Севастополе, судоремонта и судостроения, как минимум. По крайней мере, в этом направлении наверняка будут какие-то изменения в плане поступления средств. Мы об этом с Вами говорили уже не раз, и я еще раз скажу, что, конечно же, если будет положительное решение референдума, то с точки зрения экономической мы окажемся не просто в России, мы окажемся в таможенном союзе. То есть перед нами откроется огромный рынок для наших предприятий. Это серьезное конкурентное преимущество, то есть это основание для подъема. Второе, откроемся мы для России в первую очередь, и те заказы, которые не могли размещаться на наших предприятиях из-за таможенных границ, смогут размещаться. Опять основание для подъема. Наконец, российская система налогообложения, более низкая стоимость энергоресурсов, это все будет способствовать подъему экономики города. Это, конечно, увеличит наш промышленный, экономический потенциал, даст дополнительные доходы и, соответственно, повысит наполняемость бюджета и возможности решения социальных задач. Спасибо за квалифицированное мнение. Спасибо. Спасибо.